Приветствую, друзья! Вы на канале OnlyTopGame, с вами Grumble и мы продолжаем разбор апдейта 10, который принес в наш обычный рафтецкий очень много необычного и нового контента. Это и новые враги, и крафт для нашего плотецкого в виде паровых двигателей и не только. И, конечно же, самое главное, это лор и сюжет игры, который мы с вами попробуем найти, просчитать, рассмотреть и вообще, конечно же, узнать. Ну и напоминаю, друзья, что после вот этого разбора апдейта у нас на канале начнется новое совершенно с нуля прохождение рафтецкого, чтобы полностью увидеть, ощутить все возможности. Ну а если вы хотите увидеть именно стримы по этой игре, то я вам рекомендую перейти на канал Grizzly. Здесь вас ждут интересные видео по таким играм, как Subnautica, 4 Fallout, Tomb Raider, RDR 2 на ПК и не только. Впереди вас ждет еще много увлекательного контента. Так что, если вы не хотите пропустить еще больше интересных видео и, конечно же, стримов, переходите на канал, подписывайтесь. Ссылка на канал Grizzly будет в первом закрепленном комментарии. Ну а мы с вами, друзья, продолжим исследовать рафтецкий и искать лор. Да, я очень хочу узнать, как же что там разработчики закрутили насчет этого, потому что были такие предпосылки в этой радиовышке, которую мы нашли в прошлый раз, что там какая-то радиация, что-то с этим связано, много разных NPC. Ну, в общем, исследуем дальше лор. Как же это, собственно, можно сделать? Так, давайте вернем к нашему персонажу привычный вид, а то так бегать, конечно, наглядно, но не совсем удобно. Так вот, как же это, друзья, сделать? Так, открываем наш блокнотик, да, и вуаля, мы видим, что следующее радиовышку мы нашли по координатам 57,49, а следующее, что нас интересует, это 93,31. Вот туда я и предлагаю отправиться. Как же это сделать? 93,31. Мы включаем эту чудо-махину. Почему ты не включаешься? Вот так вот мы ее включаем. И, друзья, здесь получается, блин, увеличить 93, да, нам нужно поставить троечку, переключиться, 31. Еще листаем и выставляем, короче, эти координаты, которые мы с вами нашли в блокнотике. Так, 90. Все, отлично, зелененьким. Загорелась точечка, она находится у нас по правому, грубо говоря, борту. То есть я снимаю с якоря, да. Флаг, мы, наверное, вот свой парус, какой флаг, боже мой. Перестроим сюда, снимаемся с якоря и где-то северный круг, запад, восток, да, получается, находится эта точка у нас на восходе. Не знаю, сколько пойдет времени, но, в принципе, мы это обязательно с вами сделаем. Я отправляюсь в путь и когда до точки будет уже, конечно, поменьше, чем километр 800 метров, тогда уже включу запись. А пока что я продолжу кушать, есть и пить, как все дело это делается в обычном рафтецком и отбиваться от акулы. В общем, привычные будни вот такого мореплавателя. Не думай ко мне подходить, не вздумай, получишь. В общем, плывем туда. И плыли они долго и счастливо. Вроде бы так говорила сказка. Но это явно не про рафтецки. Друзья, честно говоря, не сомкнул глаз ни на секунду. Все время работал над этими ловушками, над строительством, над тем, чтобы поесть, попить, покормить вот этих, блин, траглодитов, которые бесконечно хотят воды. В общем, работал, работал, работал. И до нашей цели осталось 286 метров. Как вы понимаете, она у нас прямо по курсу. И это, друзья, остров. Это новый остров. И нифига себе, что там виднеется вдалеке. Там какие-то антенны, мачты и, мне кажется, просто кабина какого-то либо корабля, либо судна, либо непонятно чего. И вы слышите, да, этот звук. Очередная попытка акулы откусить мой плот. Только, блин, удачная попытка. Удачная попытка, оказывается. Потом надо будет все это красить, да. Вот такие недостатки моего билайновского плота. Только откусит эта зараза, потом еще придется красить. Короче, вот мы с вами и нашли новый остров, который только появился, получается, в апдейте 10. Я очень жду, чтобы это все сейчас мы с вами, конечно же, внимательнейшим образом попробуем исследовать. Ё-моё, это что, корабль? Друзья, мне это напоминает просто какой-то корабль. Так, подходим ближе. Давайте корректируем наш курс с помощью паруса, конечно же. Мне кажется, мы немножко, немножко... Давайте просто впритык вот так вот пойдем и посмотрим. Потому что наш плот течением немножко-немножко относит правее. Что же это за остров? И будут там новые монстры, которые... Ну, не монстры, скажем так. Соперники-враги, которые были анонсированы. В частности, медведь-грезли, да. Насколько я знаю. И луркер, да, луркер. Вот такой вот мы... Я о нем рассказывал. Так нет, подождите, это яхта. Это не остров, друзья. Это яхта. Attention warning. Поднять всех наверх. Свистать всех наверх, да. Вот так вот правильно говорится у моряков. Так, нам нужно подумать, как нам правильно к этому все делу подойти. Потому что, насколько я вижу, взобраться туда не просто так будет. Нужно стыковаться своими вот этими подъемными устройствами, чтобы забраться. Это огромнейшее, друзья, яхта или прогулочный катер. То, что, да, я показывал в апдете, теперь я понял. Вот где он, оказывается, находится. Ну, я не знаю. Лично у меня это координаты 93, 31. Но, честно говоря, не уверен, что у вас будут такие же. Потому что, все-таки, в рафте, мне кажется, рандомная генерация островов и миров. Скажем так. Ну, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто уже находил вот эту яхту. По каким координатам она у вас оказалась. Так, ну, а я попробую, конечно же, к этому чуду пристыковаться обязательным же образом. И посмотрим, что же там находится внутри и что она из себя представляет. Вот это да! Класс! Итак, свершилось! Правда, было это не так-то просто, друзья. На подплыве к этому вот кораблю яхте или не знаю, что это такое, да, метров 300, когда оставался, начался обратное течение. А потом еще и встречный ветер. Короче, мы гребли, гребли веслом и ели несколько штук я, кстати, сломал. Но все прошло удачно. И, как вы видите, припарковался. Не знаю, возможно, придется его оплывать с другой стороны, поскольку мои подъемные, скажем так, трапы с другой стороны совсем находятся. Но, как вы видите, у нас глухая ночь и, чтобы отправиться, нам нужно кое-что. Я здесь, когда пахал на своем полоту, да все время на него пахал, вскрывал бочечки, обнаружил, друзья, новый рецепт. Посмотрите, налобный фонарь. Во раньше такого не было. Это тоже добавление нового апдейта. Так что давайте попробуем его изготовить и посмотрим, что нужно хотя бы для того, чтобы его изучить. Ага, у нас изучено. Все отлично. Значит, получается, нам нужна веревка, но она выучена, хлам и батарея. Батарея. Так, где можно взять батарею? Конечно же, можно ее скрафтить, но у меня есть идейка получше. А идейка состоит в том, друзья, что моей батареи осталось жить, как вы видите, совсем-совсем недолго. Поэтому я думаю, заберу вот эту подходящую. Посмотрим, сколько. Да, в ней процентов 15. Смотрите, заряда осталось, не больше. Я думаю, мы как раз ее сможем использовать для изучения налобного фонаря, который нам обязательно... А почему я не могу достать? Так, пригодится. Вот так вот, наверное, да? Так, хорошо, давай. А все равно нет. А, вот так вот. Изучить получилось. Ну и будем учиться. Все, возможность делать, получается, налобный фонарь у нас уже открылась. Есть. Все, значит, отлично. Так, смотрим, 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 где же он у нас должен появиться. Ищем, ищем. Пока не вижу. А, вот он появился. Налобный фонарь. Так, хлам, веревка. Е-мое, еще одна батарея. Еще одна батарея. Мне нужна для его изготовления. Но забирать у животинок я не хочу, потому что они же помрут. Ладно, давайте сделаем. Хотя очень не хотел я это делать, потому что у меня, друзья, остался последний медный слиток. Насколько я помню, медный слиток идет. Значит, мне придется еще куда-то нырять, блин, его искать. Так, медный слиток, пластик и хлам. Все, все дело в хламе. Все, как обычно, всегда дело в хламе. Короче, так, батареечка. И я думаю, сейчас мы с вами получим. Получим налобный фонарик. Все отлично. Ну, в принципе, я так понимаю, рецепт нам больше не нужен. Я надеюсь. Хотя лучше на всякий случай положу его. Положу на место. Но, в принципе, мне кажется, его просто можно выкидывать. А вот сеткомет. А вот сеткомет можно взять. И освободить немножко свой инвентарь, который мне, в принципе, сейчас же строительства не будет. Сейчас мы будем идти исследовать и, возможно, там лутать все самое интересное, что там находится. Я надеюсь, что там находится много всего интересного. Поэтому инвентарь я максимально, друзья, освободил. Так, давайте посмотрим, как действует же, наконец-то, этот фонарик. Ну, пока что я заметить не могу, потому что я нахожусь на сету. Что, возможно, его нужно вообще-то одеть. Скорее всего, он одевается. О, да, шикарно. Наконец-то, блин, только хотел сказать, наконец-то у нас все пять слотов заполнились. Ну, не тут-то было. Он, опять же, вставляется в лоб, ну, на нашу голову и заменяет с собой каску. Ладно, пока что я его одевать не буду. И наступает рассвет. Ну, чудесно, просто чудесно. Так, короче, давайте подготовимся к вылазке на наш остров. Во-первых, я предлагаю поесть супецкого, да? А, это у меня просто мисочка. Есть у меня и супецкий. Я приготовил ножку с джемом. Давайте вкусно поедим. Перед нашими вылазками мы любим вкусно покушать. Вот так вот хорошо покушаем. Очень хорошо покушаем. Так, конечно же, попьем водички. Можно было еще и с собой взять на всякий случай. Ну, я думаю, ну, я не знаю, но мне кажется, настолько наша вылазка, надеюсь, не затянется. Если что, мы еще польем вот своим животинком. Лужайки две польем. Блин, на тебя не хватило. Молодец. Нам уже мисушка яйца вот принесла. Все отлично. Так, стрелы у нас имеется сколько? 19 стрел. Если что, я думаю, в принципе, хватит. Так что стрелы брать не будем. Ну, и в принципе, все. Давайте тогда отправляться в путь. Да? Больше же мы ничего не забыли. У нас лобный фонарик есть. Копье мое подходило. Ну, я думаю, надеюсь, надеюсь, хватит копья. В принципе, есть одно еще подгулявшее копье. Можем поставить его вот так вот на всякий случай. И мазь. И мазь, конечно же, которая нас спасет. Есть еще вот этот, наверное. Да. Давайте поставим еще ситкомет. Если что, в нем патронов нет. Патронов нет, блин. А толку тогда с такого ситкомета? Так, давайте посмотрим, что нужно сделать, чтобы патроны для ситкомета сделать. Так, ситкомет. Взрывчатый порошок, камень, веревка. А у меня, наверное, нет взрывчатого порошка. Вот есть все, друзья. А взрывчатого порошка похоже... Похоже, что нет. Эх, ладно. Короче, ситкомет тогда брать вообще бесполезно. Ну, ладно. Фиг с ним, короче. Что мы тогда возьмем, да? Приманку для акулы. Давайте на всякий случай лучше возьмем приманку для акулы, если она будет мешать нам добраться до этого корабля. Да, друзья, это полноценный корабль. Все, отправляемся в путь. Отправляемся в путь. Смотрим, тут акулка плавает, не плавает. Если что, мы будем защищать себя. Да, и смотрим... Ага, наверное, вот по этим флажкам люди либо спустились, либо мы сможем тоже по ним добраться. Здесь небольшое мелкое такое озерцо. Ничего, пока что цена нету в этом залитчике. Ну, в принципе, а деревья, наверное, можно будет порубить молотком, если вообще нам нужна древесина. Но я бочечек так нормально подсобирал, поэтому, в принципе, лутаться больше и не хочу. Так, а это что? Механическая деталь. Мне кажется, друзья, эта часть... Где она делась? А куда мы ее вообще подобрали? На лоб... Смотрите, исчезла эта механи... Я не вижу. И в инвентаре не появилось. Наверное, мы ее выучили или фики его знают. Короче, где делась эта механическая деталь? Я не знаю. Но мне кажется, это части нашего парового двигателя, которые появились недавно в апдейте 10. Что ж, давайте попробуем... А нифига! Я хотел забраться по этой веревочке. Нифигища! Окей! Хорошо, будем тогда... Кстати, вот эти водоросли редкие. Их можно... Можно подобрать. Почему я их не могу подобрать, блин? Я забыл, каким способом они уже подбираются. Блин, как мы давно не играли. Вот так вот. В рафтецке именно прохождение. Поэтому я сам, честно говоря, жду. И, возможно, мы даже попробуем замутить кооперативчик. Да, да, ну посмотрим, если все сложится и все будет нормально. Так, нету здесь вот этих взрывающихся рыбок. Они бы мне пригодились. Я бы с них мог вытянуть взрывающийся порошок. Да, посмотрите. Вот коралл уже облепили, борт этого корабля. И тогда мы смогли бы с вами сделать патрон для ситкометка. А вот он вход. Вот он, оказывается, вход сзади. Нам не придется оплывать. И написано, только для авторизованного персонала. Ну, мы такими являемся. Понятно, по-любому. Так, а здесь? Да, нормально. В принципе, хотя, вот мне кажется, здесь фонарик бы наш и пригодился. Так, давайте его попробуем одеть. Ну, переодевайся. О, ну, с ним вообще шикарно. Так, ну и здесь можно, конечно же, друзья, лутаться. Собирать разных лам. И часть механизма, которую мы нашли, по-любому выпала вот с этих двигателей. В принципе, мы тоже с вами можем их построить. Давайте я возьму копье, друзья. Потому что в превью и рекламе апдейта 10 в стиме было показано, друзья, что здесь, вот именно в таких темных помещениях, могут обитать лом. Ну, посмотрите, мы взяли ломик. Нифига себе. Что за ломик? А где он вообще? Где девается мой инвентарь? То, что я поднимаю, блин. Или это мы просто его изучили? Почему, блин? Не знаю, где это пропадает. Так, опа, посмотрите. Давайте записка. Новая заметка. И почитаем, что теперь у нас написано. Не знаю, где мы и сколько продержится эта затычка. Что бы мы ни делали, вода поднимается. Пропеллер как-то странно шумит. Кажется, мать и затопил двигатель. Сигни пускает сигнальные ракеты. Филипп врубает музыку на всю громкость. Красавчик. Думаю, никто из нас не знает, что делает. Сброшу забор сегодня вечером. Может течение отнесет куда подальше? Кем бы вы ни были, пожалуйста, найдите нас. Я нарисовала карту. Надеюсь, она поможет. Посмотрите, друзья. Это же лор и квесты. Наконец-то мы дождались квестов в рафте. Вот куда деваются эти детали. Вот куда они деваются. Они закрываются зеленки. То есть мы нашли механическую деталь. Лом. И нам еще нужно найти диктофон. Третью часть для квеста. Тогда, возможно, появится карта. И посмотрите, сколько, скажем так, пока что условных NPC, которых мы не видим. Но они там где-то есть. Но хотя бы в лоре они появляются. Матти, Сигна, Филипп и тот, кто нам пишет. Селин. Четыре персонажа, которые просят о помощи. Наверное, он сбросил за борт эту бутылку. Ну, или, скорее всего, не сбросил. Он хотел ее сбросить, но так до этого и не дошел. Мы же нашли их вообще. А как мы их нашли? У нас просто координаты эти появились после исследования последнего места. Так, ну и сюда. Использовать лом. Ага, он у нас просто исчез и в квестовой вещи. Интересно. А вот этот ломецкий исчез. Посмотрите, он исчез с квестовых вот этих айтемов. Значит, где-то еще нужно будет использовать механическую деталь. А где-то диктофон. Ну, как-то так. Интересно стало. Вот могли бы сразу такое придумать. Молодцы, разрабы, красавцы. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Это что, животное? Так, тихо. Давайте, друзья, я, наверное... Подождите, подожди, подожди. Он за нами бежит и гонится. Я не знаю, насколько он силен. Но я сейчас сохранюсь. А теперь продолжим более, скажем так, осознанно. Если что, у нас есть. Давайте я вот на третью поставлю мазь, чтобы сразу лечиться. Ну и попробуем прощупать, насколько он силен. Так, давай. Иди-ка ты. Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе. Ну, в принципе, мы действуем с защитой. Да, не сильно ему защита помогла. Ну, попали, попали. Еще, еще. Нормально. Бьем, бьем. Сражаемся, сражаемся. Нифига себе. Убили, убили. Ну, в принципе, сильный противник должен вам сказать. Давай сразу же, мастер. Боже, как? Давайте удерж... Вот. Надо было удерживать кнопочку. Ё-моё. Подлечились. Не намного, но подлечились. И что мы взяли? Роу-мид. Крысиное мясо, получается. Ну, и написано, что оно лучше на вкус, когда приготовлено. Ну, я догадываюсь, блин. Вот так вот мазью. Давайте намажемся. Все. Мы здоровье восстановили. В принципе, более-менее... А ломик можно еще подобрать? Сложный, можно так сказать, противник. Вы же не забывайте, друзья, что я экипирован. Да? У меня есть боты защитные. У меня есть инвентарь. И налобный фонарик, который светит и тратит батарею. Давайте побыстрее. Это все дело требуется болторез. Обалдеть! А где мне найти болторез? Значит, нам нужно с вами еще... Нифига себе, нормально жили, плазму смотрели. Нам нужно, друзья, с вами найти еще болторез. Это их зона отдыха, да, была. Блин, нам бы где-то свет врубить. Пластика. Очень много пластика. Можно это все собрать. Конечно же, мы все соберем. Так, и нам у нас цель найти болторез. Эти ячейки не открываются в этих пусах. И следом, и следом... Это общая каюта, да? Каюта отдыха, скажем так. Ну, а в принципе, не только и отдых. Они здесь и спали, и находились, и отдыхали в ящике. Куча всего. Хорошо, что я освободил место. Вроде бы, вроде бы. Ничего не пропускаю. Но если что-то пропустил важное, друзья, по сюжету. Именно по сюжету. А не какие-то там баночки, скляночки, блин, да? Пластики, которых у меня дофигища. То обязательно напишите в комментариях. Поднять записка. Так, давайте почитаем. Транскрипция. Знаешь, что хуже всего? Эта гадина, скорее всего, выживет. Йенс, у нас заканчивается еда. Половина команды свалила в шлюпках. Мы сидим на тонущей куче мусора. А ты жалуйся на крысу? А что еще делать? Эта тварь сожрала пол коробки крысиного яда, а потом вылазла, выползла по трубам в рубку. Яд, наверное, просроченный. А когда улов в нее стрелял, я видел, как пуля в нее попала, она даже перевернулась в воздухе. Может, притворялась. А когда Карл топил ее в ведре, умник, то была другая крыса. Тут не одна крыса. Ё-моё, друзья, здесь оказывается не одна крыса. Да, это такой вот намек. Но что они с ними не делали, получается, никак не могли... Требуется синий ключ, обалдеть. Не могли с ними справиться. Короче, здесь много есть мест для исследования. Блин, у меня уже подходит жидкость. Безрум. Да, это душевая. Уборная, короче. Так, смотрим. Здесь крыса. Нам намекнули, друзья, что здесь крыса-то не одна. Так что нужно быть повнимательней. Так, давайте присядем. Блин, ну пластик, пластик. Мне нужно... Ай, у меня уходит водичка. Оказывается, все это дело так у нас долго затягивается, что если она совсем уйдет, я же не смогу нормально бегать, перемещаться и исследовать этот корабль. Давайте попробуем сделать это побыстрее. Так, есть тут крыса? Крыса, ты тут есть? Топливный бак мы с вами нашли. Обалдеть. Это тоже, я думаю, квестовая вещь. Сейчас глянем. Да, это квестовая вещь. Супер. Блин, да сколько пластика? И мне кажется, я вот сейчас до 20 подыму. 18, 19, 20. Все, больше собирать пластик мы не будем, потому что забивается инвентарь. Е-мое, почему я не заполнил бутылку с водой? Ну скажи... Еще одна записка, друзья. Читаем. Так, журнал припасов. Боже, да кому это надо? Мясо почти кончилось. Едим овощи. Сможем, наверное, растянуть еще на месяц. Если наш главный согласится распределить пайки. Странно, что брюхо у Олафа никуда не делось. Он, похоже, последний толстяк на планете. Какого черта ты творишь, Йенс? Ищешь проклятую крысу? Держись подальше от баллонов с топливом, слышишь? Ухожу, ухожу, не надо тут из штанов выпрыгивать. Я даже не прикасался к тайнику твоей подружки. Убирайся, или я тебе хребет переломлю. Серьезно говорю. Надо усилить здесь охрану. И здесь где-то есть тайник подружки. Который мы, конечно же, постараемся найти. Блин, но мне, к сожалению, к моему огромнейшему разочарованию, еще одна записка и сожаление, придется вернуться на корабль, друзья, чтобы пополнить запасы воды. Читаем. Каспер. Система вентиляции разворочена. Запасной генератор для холодильника только что приказал долго жить. Правда торчат наружу, так что шевелись, если не хочешь, чтобы из еды остались только консервы. А еще нас скажется нашествие крыс. Только Йенсу не говори. Оскар. Кстати, мы знаем, что ты откладываешь припасы для Карин. Карин, начинай делиться, или мы сами свою еду возьмем. Так что будет справедливо. Короче, здесь где-то есть нычка. Нам намекают, что для Карины отлаживались, откладывались, да, припасы, которые мы почему-то до сих пор не можем найти. О, блин, ну все. Я эту дверь, друзья, открывать не буду. Я сейчас быстренько, быстренько, очень быстренько, для вас с монтажом это будет вообще мгновение. Короче, вернусь на корабль, попью, наполню свою бутылочку с водой, которую я провтыкал это взять, и продолжим исследование этого таинственного корабля. Вот я и вернулся. Для вас это мгновение. Пока что не буду одевать шлема, потому что очень быстро уходит, друзья, батарейка. Зато я освободил инвентарь, взял бутылочку воды, но, как вы видите, она... Ой, ё-моё, тихо, тихо, как так? Второй, еще один, да что ж ты будешь делать? Я понял, короче, я понял, как его надо валить, если у меня получится это сделать. Нифига, я не понял. Короче, он прыгает, вот тогда нужно наносить удар. Примерно, примерно, я хотел сказать, я понял. Обалдеть, друзья, он здесь не один. Второе сражение, еще один кусок мяса, блин, так у меня так и не хватит никаких лекарственных мазей на это. Посмотрите, я уже полностью даже не смогу восстановить свое здоровье. Обалдеть. Я-то думал, что мы с ним одним расправились. Оказывается, нет. Оказывается, он здесь не один. Синий ключ так и требуется. И я даже не знаю, ну, может быть, с одним мы еще справимся. А вот со следующим, если придется. Опа, красный ключ. Как это, видите, как хорошо я удобно вернулся. Потому что перед этим был пропустил. Да, пропустил. Но здесь нужно синий ключ. Хорошо, ладно, поищем дальше. Красный ключ, запомним. Вернее, синий ключ. Красный у нас есть. И посмотрим, что у нас за это. Кстати, вот в таком режиме вам-то видно хуже. Ну, и мне вместе с вами, конечно, видно хуже. Зато исследовать лучше. Потому что все предметы подсвечиваются. Красный ключ. Вот, где мы его сможем использовать, чтобы пройти дальше. А синий. Запомним у себя в памяти, что нам нужно еще найти. Еще одна, друзья, смотрите, механическая деталь. Посмотрим, что у нас. Две механических детали. Топливный бак. Диктофон. Я не понимаю. Мы его вроде так и не нашли, да? Опа, болторез. Отлично. Смотрите, механическая деталь. А, требуется. Требуется пять. Нифига себе. Оказывается, их требуется пять. А у меня всего две. Смотрите. И я понял. Это что, рецепты? Мне кажется, это рецепты. Правда, я не пойму, какого-то домкрата. Но здесь молоток, это понятно. И гаечный ключ. Для чего нам это пригодится еще, я, честно говоря, не представляю. Но интересно же, блин. Как закрутили. Молодцы, красавцы. Раньше мы просто жили-выживали во всем этом деле. Ну и этот процесс можно было делать бесконечно. И, конечно, находили радиовышку. Понимали, что люди куда-то уплыли. Есть какой-то волшебный мистический город. Утопия, скажем так. Но мы его никак не могли найти. Его не существовало. Зато теперь... Вот это болтарез. Вскрываем эту дверь. Зато теперь интересно стало же ждать лора. А вот и синий ключик. Понятно. И очередная запись. Давайте почитаем. Транскрипция. Эта хрень работает. Лучше бы ей работать. Я уже третий раз пытаюсь начать. Капитан, повторяю. Мне жаль, но нужно смотреть правде в глаза. Ваша горячка не проходит. Вы были правы. Мы отчалили вслепую. С жалкими припасами и даже без доктора. Не думаю, что у нас есть шансы. Уолф, кажется, тоже это понимает. Бродит тут, трясет своим жиром. Играет с вашим пистолетом из сейфа. Интересно. Он знает, что мы забрали патроны? У людей нервы сдают. И выходки Каспера только нагнетают обстановку. Я даже не знаю, насколько вы нам нужны. Словами все не объяснишь. Но. Ах, вот ты где мерзкая, писклявая гадина. Иди сюда, мелкая ты, зара. И речь заканчивается. Походу, на него напал луркер. Но вы видели, что здесь происходило? Они поглядывали, друзья, на своего пухлого товарища. И, похоже, вот и пригодился синий ключ. Мы хотели использовать его уже в качестве еды. Так как запасов у них было очень мало. Синий ключ, как вы видите. Ладно, давайте не будем экономить. Оденем таки этот налобный фонарик, чтобы рассмотреть получше. Синий ключ открывал проход на второй этаж. И на третий, наверное, этаж. Ё-моё. Посмотрите, здесь, короче, была бильярдная. Обалденно. Молодцы. Вот могут, когда хотят. Честно говоря, вот когда я раньше, еще годик или полтора назад, начинал проходить рафтецкий, я вот удивлялся, что игра прикольная, сделана выживание. Но почему все такое топорное, корявое и кривое, и квадратное? Ну, а теперь, глядя на эти текстуры, я понимаю, что ну могли. Посмотрите, сделали человеческий нормальный бильярд. Еще сделали возможность с ним взаимодействовать. Вообще шикарно. Посмотрите, каюты. Какой труд приложили разрабы, друзья. Просто молодцы. Я говорю огромнейшее спасибо за такой апдейт 10. Очень стало интересно, и мне просто уже не терпится начать новое выживание, чтобы с нуля посмотреть на все возможности, которые мы сможем с вами уже чудить и творить в рафтецком. Короче, луркера пока я нигде не вижу, но мы с вами можем наслаждаться нормальными человеческими текстурами, графикой. И кто-то вот дорисовал усы и очечки. Да, прикольно. Исследуем дальше. Оттуда я не пройду? Оттуда я не пройду. Окей. Хорошо. Исследуем. Вот так вот можно пройти. Сейчас я досмотрю, что здесь еще находится. Обалдеть. Шикарно. Так, ну это каюты. Каюты, причем вип-класса, друзья. Вы посмотрите, все обшито кожей. Какие столы серьезные находятся? Это-то здесь плавали просто вип-клиенты. Так, давайте посмотрим, как мы с вами сможем обойти. А нет, обойти не сможем. Обойти, к сожалению, не сможем. Зеркало не реализовали пока что. Окей, хорошо. Тогда исследуем дальше, получается, да? Третий этаж, где мы на него находили выход. Подождите, я немножко уже запутался и потерялся. Вот, вот, третий этаж. И, надеюсь, крыса... Нет, крыса на нас нападет, блин. Как-то нужно стать в узком месте. Бежит, бежит. Посмотрите, бежит. Бежит, зараза. Так, вот она прыгает. И тогда ей нужно нанести удар. Ну, почти, почти разобрался. А если крутиться вокруг нее? Да нифига, блин. Ну, давай, иди сюда. В принципе, мне еще хп-шка позволяет. Блин, нужно выключить было фонарик. Так, давайте выключим фонарик. Третью крысу, друзья, мы с вами одолели. Фонарика осталось совсем чуть-чуть. Я сейчас поем, попью. Да, вот так вот. Где-то даже у меня есть картофанчик готовый. Вот так вот восстановим свое физическое здоровье. Да, голод. Ну, и теперь... Блин, еще один, еще один. Капец, е-мое, е-мое. Да хватит уже. Сколько можно? Мне кажется, этого мы уже... Ну, хотя, в принципе, мне кажется, я вот так вот раздуплился. Если крутится вокруг него... Четыре, друзья, это просто жесть. Четыре луркера мы уже с вами завалили. Что ж, я даже и не знаю, стоит ли продолжать, потому что у меня закончились все лечебные мази. У меня закончилось уже все. Конечно, мы одним глазиком взглянем, но не хочется... Пятый! Да что они бегут здесь бесконечно? Я вообще не понимаю, откуда здесь их столько? Пятый луркер гонится и бежит за мной. Мне кажется, друзья, на этом наше исследование сейчас запрет нас в угол и одолеет. Тихо, тихо, тихо. Я от него вот закроюсь в каюте. Так, я думаю, друзья, мы пока что... Зато нашел сейф. Еще один! Сколько вас здесь будет? Обалдеть! Что за хардкор? Что за жесть творится в рафте? Нет, нет, нет. Я не хочу умирать. Я не хочу... Ладно, примем бой. Примем, друзья, бой. Я надеюсь, мы пятого... Если не завалим, это просто будет капец. Так, тихо. Вот так вот. Так, пятый, пятый луркер у нас на счету. Я предлагаю на этом закончить, восстановить свои силы, перевести дух, поискать целебные мази, поискать четырехзначный код. Здесь столько интересного и загадок, что, оказывается, мы с вами это все сделаем, наверное, хотя бы за две серии. Я очень надеюсь, что хотя бы во второй серии мы раскроем все секреты этой яхты. Ну, я огромный высказываю респект разработчикам. Update 10, друзья, заходите, обновляйтесь, и Raft вас очень сильно приятно удивит. Что ж, на этом все. Вот такая первая часть обзора, осмотра яхты, которая появилась в Update 10, мы закончим. И вскоре продолжим исследовать и искать здесь все, раскрывать секреты. На этом все, друзья. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, комментируйте. И, конечно же, до скорой встречи в новом видео.